День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. День в день, час в час. И об этой постановке новый проект творческого объединения театра «Фабрика» или «Фабрика», вот сейчас узнаем, камерная опера-балет «Белая бабочка Йокко». Вот обо всем об этом нам поведает режиссер Мария Девалюков, с которой мы, в принципе, уже не в первый раз встречаемся в нашем эфире Радио Болтком. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Доброе утро. Слышно? Да, слышно. Вот теперь слышно. Да. Может быть, несколько слов о том, чем порадуете Лижан и Юрмальчан, и что ожидается? Сразу же все эти, может быть, технические моменты, привитые, непривитые, могут ли, нужно ли там с этими всеми бумажками приходить? Ну, понятно. Ну, собственно, сначала тогда на второй вопрос отвечаю, поскольку у нас сложилась такая неординарная ситуация. Мы должны были играть в Кемере спектакль, и буквально несколько дней назад оказалось неожиданно, что это здание, так сказать, не сдано в эксплуатацию, играть там нельзя, о чем, значит, владельцы почему-то не знали все это время. Какая-то странная немножко история. Отлично. Ну, то есть, нет куда без добра. Ну, даже лучше, на самом деле, легче и проще. Вот в этом смысле сразу все обрадовались, особенно артисты. Теперь осталось только загадать и ждать хорошей погоды, чтобы ничего там с неба не лилось, не капало и не дуло особенно. Ну, нет, нет, все равно будут тенты, все мы сделаем, будет открытая сцена, то есть, ну, в смысле, максимально люди будут защищены, то есть, этой опасности тоже нет. Прекрасно. Тогда о постановке о самой, потому что, как нам известно, в основе либретта лежит цикл эротических танков алой тушью по черному шелку, так что же вы будете показывать? Вообще, это такая история интересная. Это, на самом деле, интрига некая по поводу эротических танков. Это не настоящее Иринатия, это все придумано, это легенда. Это сочинили две потрясающие совершенно поэтессы. Богатого Егорова в свое время они стилизовали под японскую танк 12 века. Эти, ну, четверостишие, это не говорится, как сказать, четверострочия, которые, собственно, Виталий Голупов написал музыку. То есть, это абсолютно такое аутентичное сочинение, придуманное, созданное людьми конкретными, известными. Но, конечно, по мотивам каких-то образов и каких-то таких, как бы сказать, символов даже, я бы сказала, той эпохи с одной стороны и абсолютного модерна, той современности, которая существует сегодня. Ну, собственно, о чем мы будем играть? О страсти, о любви, о пороке, о каре за все за это. О том, о чем, то, чем живем. Страсти-то какие. Да. А вот какую долю процента составят опера и балет вот в этом симбиозе жанров? На самом деле у композитора все это называлось так. Опера с балетом для рук и вееров. То есть, балет – это некая условность. То есть, это не совсем опера-балет, да, а балет для рук и вееров. Такое немножечко это. Все чуть-чуть завуалировано. Поэтому балет в меньшей, конечно, степени. Но, тем не менее, я вообще сторонник синтетического театра и всегда им занималась. Уже много, не побоюсь этого слова, десятков лет. И поэтому будет и опера, и балет, и драма. То есть, все это будет в одном таком клубке. Чтобы вообще, мне кажется, театр – это такое место, в котором мы можем эмоциональную составляющую скрутить как в клубок. И для этого у нас есть все средства. И вот в этом смысле это и опера, и балет, и драматическая искусство. Ну, я сразу напомню нашим слушателям, что диссертацию-то наша гостья защитила по Жану Жаней. Вот я думаю, что… Да, как служанки, да. Думаю, что это такой яркий образ тоже симбиоза. Это рядом, да. Все не просто так. Вообще в жизни все, что происходит, оно не просто так. А может быть, несколько слов об исполнителях, кто занят в этом проекте? В этом проекте заняты удивительные совершенно певицы Ирма Паваре, солистка национальной оперы Мэри Сопрано. Очень интересная певица. Инна Клочко. Я с ней много лет сотрудничаю. Она работала в Москве в театре Станиславского и Немировича Данченко, оперы и балета. Солистка, пела вообще все партии, которые только можно пожелать. И в том числе современную музыку мы с ней делали. Интересный спектакль. Удивительная певица. И она переехала, собственно, в Ригу и теперь тоже служит в Рижском оперном театре. Так что интересно будет ее послушать и посмотреть. Яна Люта, которая в прошлом году участвовала у нас в спектакле «Пиковая дама». И Марат Эфиндиев, драматический актер, который тут будет не совсем драматическим. Не буду открывать секрет. Сплошные интриги. Что можно еще рассказать, чтобы не раскрыть больше каких-то тайн, тем не менее, об этом проекте. Как он появился, как он воплощался, насколько, учитывая, что это будет Open Air, декорации, какие-то, я не знаю, специальные эффекты. Ну, собственно, появился он давно в голове моей больной. Потому что я лично знала композитора. Он, к сожалению, ушел от нас в 2007 году. Мы с ним работали и раньше, и в ГИТИСе еще. И он потом писал музыку к моему другому спектаклю в свое время в Москве. Совершенно потрясающий композитор. Очень рано от нас ушел, 54 года. И вот это произведение в свое время он пытался показать в центре Мейркольда в Москве и в Союзе композиторов. Но это было такое концертное исполнение, на мой взгляд, не очень удачное. И мне все время хотелось сделать эту вещь, поставить, чтобы она обрела какое-то сценическое воплощение. Потому что все здесь задумано на какое-то театральное волшебство, на сценографию, спросили. И на цвет, я не знаю, на пластику. Там все, вот этот симбиоз, он просто просится на сцену. Но и к тому же музыка очень интересная. Она тоже создана, соткана из разных кусков. То есть там есть фонограмма, в которой записывали пение птичек, сверчков, каких-то, не знаю, стрекоз, пролетания и так далее. То есть он использовал звуковой ряд. Помимо этого же инструменты и голоса. То есть это все опять такое некое микрирование и в музыке, и в жанре. Вот, естественно, декорации делает замечательная художница Елена Мирошниченко, которая ученица Левенталя из МХАТа в свое время. Была спектакль в Москве, очень интересная. Потом там и в Париже работала. Сейчас она находится в Канаде. Очень хотела прилететь, но дорого. Не смогла. Мария, может быть, если отличься вот сейчас от темы конкретного спектакля, как все-таки вот это коронавирусное время влияет на артистов, на режиссеров, насколько оно тормозит, может быть, творческий процесс? Вот вы говорите, что не смогла прилететь. То есть вот эти вот границы, которые вдруг возникли, когда можно было создавать, в принципе, проекты, казалось, приглашая из разных стран, то есть соединяя, то есть вдруг сейчас вот мы оказались прикованными, сковаными, как с гирями вот на ногах. Да, вообще, честно говоря, вот даже и этот конкретный спектакль по поводу художницы, и в прошлом году, как мы страдали, то есть вся эта история с пандемией, и для театра это доказательство, что он не может существовать в таких условиях. Не может. То есть сколько бы ни пытались актеры записывать какое-то видео, и сначала это всех забавляло, а потом у людей просто депрессия началась, потому что театр – это такое живое искусство, оно тактильное, просто тактильное. Тут нужно все, тут костюм, ты его трогаешь, да, партнер, ты эту энергию чувствуешь, да, декорация, она тоже излучает из себя некую какую-то, наполняет эту форму. Тут все, все работает, все живое, и когда оно мертвое через телевизор, оно не, это невозможно, невозможно совершенно существовать. И те муки, которые мы сейчас претерпевали вот с Еленой, с разговорами до трех часов ночи с Канадой, потому что разница во времени огромная, у нее день, у меня ночь и так далее, и то, что она присылает эти эскизы, чертежи, макет, все это по видео или по фото, и всех бесит, никто не может работать. Сейчас она пытается проводить примерки по видеосвязи, тут ассистенты сходят с ума от этого. В общем, все такой легкой истерики, потому что так работать нельзя, невозможно. Я говорю, очередное доказательство, и если так дальше будет продолжаться с этими локдаунами и тому подобное, мне кажется, театр умрет. Ну уж, ну уж, ну уж, не хотелось бы для этого доводить. И вот вам, пожалуйста, контраргумент из вашей же истории. Вы несколько минут назад сказали, что давно появилась эта затея, и именно в этот год, именно в этой ситуации у вас нашлась возможность ее реализовать? Ну да, потому что я здесь, это счастье, что есть возможность, что есть люди, что есть артисты, что есть музыканты, и все они живые, и я с ними могу здесь коммуницировать, и мы можем что-то показать. Но все время вот этот домоклов меч, сколько людей пустить, нужны ли QR-коды, закроют, не закроют. То есть все время в каком-то еще дополнительном напряжении на эту тему. Но да, возможности это есть, но только потому, что вот они все здесь живые. А вот с теми, кто не живой, имею в виду виртуальный, то есть вот как художница, это муки мученические, правда. То есть вы считаете, что вот эти все проекты, которые создавались артистами, у нас даже были попытки, я понимаю, в Рижском-Русском театре делать просто люди, ну, чтобы покупали билет и подключались к трансляции, актеры играют из своих гримерок. Это все, в принципе, не получит распространения, не сможет заменить. Нет, оно уже умерло. Уже умерло. В прошлом году вначале все пытались, даже радовались, думали, ой, как мы сейчас вот все, ой, как интересно. И знаете, наигрались месяца за полтора. Все, по всему миру. А потом артисты театра комедии «Францесс», не знаю, видели ли вы это, вышли на пустую сцену легендарного театра, повернулись голой спиной к пустому залу и показали, пардон, заднюю точку нашего тела в знак протеста, что они так не могут существовать. Это вот просто одна из форм, что вообще творилось с артистами, с людьми, которые работают. Ну ладно, проявили они протест. А как вы считаете, гибридная какая-то форма театра, она может существовать? Ну, скажем, идет постановка, и один из персонажей, действующих лиц работает на отдалении, по трансляции. Это может быть, оно и раньше было. Этому, знаете, этому приему, даже если он по трансляции за кулисами, просто он идет в видео и все такое, этому приему лет 40 уже. А, например, там, по-моему, вот Остермайер тоже много использует. Это уже тоже, вот Богомолов сейчас, ну не сейчас, а уже много лет, он вообще без этого жить не может. Но это без пандемии было. Это же не история про пандемию, это история про форм, про задумку. Да, если это нужно, если это на благо работы, произведения, спектакля, то, конечно, это все работает. Для этого просто не нужно, ну, если люди заперты в другой стране, я говорю, это вынужденная ситуация, и она совсем другая, это не нужно сравнивать. Хорошо, если вынести за скобку пандемию как таковую, очень хочется, чтобы она, конечно же, поскорее закончилась. Какие современные приемы сейчас, ну что ли, в топе есть или могли бы быть, что считается модным в театральных постановках, новаторским? Ну вот то, что вы сейчас назвали, все равно это тянется как такое более-менее новаторское, хотя уже давно тянется, да, работа с видеокамерой и живым артистом на сцене. Это очень много сейчас используется везде, но это вот дальше пока никто, ну, новых каких-то таких прорывных моментов никто не придумал, но все ищут по-прежнему, естественно. Ну и, конечно, отсылка к современности, вот еще новая тема, да, переписывание текстов, переписывание классики. Это вот то, чем занимается Новый Богомол, опять-таки повторюсь, и вот там Дмитрий Быков переписывает для, по заказу, вот недавно я видел, в полицентре, мизантропа, довольно забавно. То есть идет не аутентичный, не родной текст, да, не Мольер в нашем случае, а как бы перевод Быков, он на самом деле на нашу действительность как бы положено, потому что во времена Мольера, например, да, были свои политики, были свои интриги, были свои какие-то подковерные шутки. И на этом было бы просто, а для того, чтобы переложить тексты на материалы, осталась бы классическая фабула, да, идет вот такое вот переписывание. Ну, по-моему, это интересно. Как один из последних российских сериалов «Мертвые души», тоже перенесенное в реалии. А, кстати, про сериалы, про такой более легкий, упрощенный жанр, то самое переписывание классики в сторону упрощения, оно идет? Что-то такое короче, быстрее, динамичнее, то, что называется клиповое сознание? Это зависит от авторов, потому что у некоторых, конечно, идет, и это, опять-таки, вопрос аудитории. Чем более молодая аудитория, конечно, пытаются все это переписать легче, быстрее, потому что за счет интернета, за счет потока информации, который сейчас увеличился в разы, люди перестали воспринимать что-то долгое. Им нужно, чтобы менялся кадр, менялась картинка, чтобы скорость восприятия увеличилась. И вообще люди перестали считывать какие-то долгоиграющие вещи, даже в музыке, предположим. Им очень сложно стало слушать какую-то тянущуюся музыку, что-то такое. Им хочется просто побыстрее, побыстрее, побыстрее. Вот такое какое-то идет ускорение. Я говорю, чем моложе, тем, конечно, это более прогрессирует. Но мне кажется, это не плюс. — Прости, но я должен задать этот вопрос. Он вот сейчас дико уместен. Сколько в таком случае белая бабочка Йока длится? — Час. — Ну вот. А нам уже показывают, что нужно менять картинку, просто звукорежиссер. Что у нас время завершается, скоро новости. — Столько тем, столько тем еще было. — Спасибо большое. Напомню, что с 18 по 21 августа в Юрмале премьерные показы нового проекта. Это камерная опера «Балет», «Белая бабочка Йока». Вся информация, я понимаю, что можно ее найти на Фейсбуке. Скорее всего, самый сейчас удобный способ получения информации. — Есть еще более удобный способ получения информации. Это портал «Микс Ньюс», где вся эта информация, конечно же, тоже появится буквально через пару часов. — Мария Доволюков, режиссер этого проекта. Спасибо большое, Мария. Удачного дня. — Спасибо. Удачи. Всего доброго. — До свидания.